Приветствую вас. Мне кажется, что наша задача, задача психотерапевтов не в том, чтобы давать советы, а в том, чтобы помочь человеку себя лучше чувствовать, помочь себя лучше ощущать. И мне кажется, что вот у вас, лично у вас, есть три момента, ну, может быть, не три, может быть, больше, может быть, меньше, меньше, вот, плюс-минус, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое. Вы говорите, что, значит, я очень серьезный к отношениям человек, вот и немного. По годам, то я осознаю, что чувство сильное. Печетивое. Ага, если позволите, я буду с вами откровенен. Это единственный способ вам реально помочь. Но я не гарантирую, что вам от этого будет легче в первое время. Так вот, серьезность к отношениям говорит всего лишь о том, что вы в отношениях неестественны. Понимаете? А серьезность в отношениях говорит о том, что вы в них не являетесь собой. Что вы в них, ну, может быть, склонны с собой жертвовать. Может быть, склонны себя не слышать. Может быть, есть еще какие-то моменты. Но, серьезность. Это означает догматичность. Это означает устойчивость негибкость в чем-либо. А нет ничего более переменчивого, чем отношения, чем чувства. Особенно отношения и чувства ваши. Вы молодые. Понимаете? Вы бурно, активно развиваетесь. И любая серьезность здесь, любая попытка как-то вот укрепиться, но она, к сожалению, только способна чувствовать. Ну, мягко говоря, уничтожить. Ну, потому что, к сожалению, ну, к сожалению, к сожалению. Я не жду, что вы воспримите все, что я говорю, но как бы у меня есть только надежда на это. Так. Дальше. Я понял, Лес, это, как я понял, Лес, это первая любовь. И говоря о том, что вы серьезный человек в отношениях. Ну, мне кажется, немножечко вы лукавите. Потому что серьезность в отношениях может быть, когда у вас несколько отношений. Ну, как минимум. У вас, я так понял, только одни отношения и то, реально в отношениях вы находитесь, ну, не сказать, чтобы большое количество времени. И вы можете справедливо здесь возразить, Андрей. Не кажется ли тебе, что сейчас уже ты уходишь в какое-то подобие интеллектуализации? Не кажется ли тебе, что сейчас ты уходишь в то, что сам, значит, называл, вот, ну, такой, излишней серьезности и так далее? Ну, я это вам могу сказать следующее. Я говорю лишь о том, что касается реальности. И я говорю это в вашем контексте. То есть, иными словами, иными словами, иными словами. Что такое контекст? Это, что означает контекст? Это означает, что вы не счастливы. Если бы вы были счастливы, то я был бы, вероятно, неплох. А поскольку вы не счастливы, то я думаю, что моя позиция имеет место быть хотя бы потому, что она обращает ваше внимание на те вещи, на которые вы сами, возможно, не обратили бы внимания. Дальше. Вы говорите о том, что, значит, о перебитке чувств, признались ему в чувствах, а вот он дальше начал вести себя вот так, как вот он себя ведет. Я могу сказать, что эта ситуация, я не хотел бы давать ей оценку какую-либо, и я не буду этого делать. Я не буду давать этой ситуации оценку, потому что это было бы нечестно по отношению к вам. Но, я думаю, я думаю, я так думаю, что важный момент, который раскрывается здесь, заключается в том, что вы себе не доверяете. Такое ощущение. У меня положилось такое впечатление, что вы себе не доверяете. Понимаете? Потому что такое ощущение, что вы хотите некой обратной связи от человека, вам это нужно. Я понимаю, что вам это нужно. Но я также задаюсь вопросом. Как? 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 Так. Получается, да? Что вам это нужно? Ведь вряд ли это получается как-то вот само собой. Понимаете, да? Что я имею ввиду? Таким образом, таким образом, я хочу сказать вам, что не доверяя себе, вы становитесь зависимы. Зависимы. Зависимы от человека, от мужчин, от парня и так далее. А он, в свою очередь, вероятно, понимая, что вы серьезный человек, понимая, что вы настроены серьезно, по всей видимости, боится, что это будет для него отлично. Что вы будете требовать от него того, что он вам дать не может. И судя по тому, что я вижу, я могу сказать, что, вероятно, он не так уж и не прав. Мне кажется, что, ну, пока вот период влюбленности у вас, как бы, имел место быть. Вы заботились до нём, да, это было бы, значит, ну, что-то такое вот вдохновенное, что-то такое очень прекрасное. Вот, это было бы, было бы, но дальше, потом, мне кажется, что вы бы начали требоваться от него. Потому что уже сейчас поговорить, что он мало мне уделяет внимания. Вот. А, я, эм, также, безусловно, не могу исключать фэкт того, что у человека, у парня и у вас есть, вероятно, проблемы. Сообщение, вот, проблемы с коммуникацией, ну, мне так показалось, я, эээ, не могу ошибаться, безусловно, безусловно. Вот, мне так показалось. Соответственно, если я, эээ, прав, то с этим, эээ, нужно отдельно работать. Потому что, эээ, вот, некая такая изоляция, как у вас, так, у него, эээ, может, эээ, служить, эээ, основанием для, эээ, сложностей. Эээ, причём, эээ, сложностей, ну, паровой, эээ, совершенно, ээээ, таких, эээ, таких, эээ, таких, эээ, ну, высосанных из пальца. Как бы, как бы, как будто бы. Вот. То есть, казалось бы, что их, эээ, сложностей, эээ, смысле, можно достаточно легко избежать, но вот, ээээ, по какой-то причине этого делать не получается. Вот. То есть, вам, эээ, надо бы, вот, эээ, в целом, взглянуть, мне кажется, на, ээээ, свою жизнь, эээ, с точки зрения, эээ, ее полноты. Вот. С точки зрения, ээээ, с того, как вы ее проживаете, с точки зрения, с того, насколько она вам интересна. Вот. С точки зрения, эээ, с того, насколько вы себя, эээ, реализовываете, да, технику, насколько вам все это, ну, актуально для вас и так далее. Вот. И, ээээ, сорвать мне уже, ээээ, ну, в этом смотреть, ээээ, возможность, ээээ, развития для себя. Вот. Потому что, то, что вы сейчас описываете, это, эээ, зависит, эээ, любовно. Напоминает, по крайней мере, любовной зависимости. Ээээ, если ничего не надо делать, вот, ээээ, если двигаться тем путем, которым вы пытаетесь двигаться, то, мне кажется, что это прямой путь к усугублению любовной, ээээ, любовной зависимости. Вот. Чего бы, мне конечно не хотелось бы для вас, но вот, поэтому, я решил вам, эээ, собственно, ээээ, записать, эээ, ответ, вот, свой. чтобы вы как можно лучше и, может быть, полнее поняли, что я имею ввиду, чтобы вы постарались увидеть с это моими глазами, то, что происходит с вами. Соответственно, ни о каком, ни о каких, точнее, советах, речи здесь, как вы, я надеюсь, понимаете, не идёт никаких советов. Вам нужны не советы, вам нужны мне так, как мне кажется, помощь в осознавании себя. И уже потом, когда вы лучше будете себя чувствовать, вот уже потом, я думаю, что вы смогли бы сами для себя решить, как вам поступать в ситуации, в которой вы оказались, и что делает человек. Ну, собственно, я могу высказать лишь своё мнение, в какой-то степени, да. Вот, я могу сказать, что вот вы спрашиваете, что мне делать, а что здесь вообще можно сделать, то есть, ну, как вас игнорируют, чекут, не даёт вам, по сути, обратной связи, вот. Что здесь можно сделать, вот, если бы вы сказали бы, что можно с этим делать, ну, было бы здорово. Потому что я пока не очень понимаю, не очень представляю себе, что можно здесь сделать. То есть, ну, то есть, какие у вас варианты? Ехать к нему, не знаю, домой и скандалить или что? Какие варианты здесь могут быть? Вот. То есть, мне не очень понятно, о чём вы говорите. Я бы так сказал. То есть, мне не очень понятно, ну, грубо говоря, что именно вы имеете в виду. Какие у вас есть варианты? Вот. Если есть какие-то варианты и вы чувствуете, что это ваш, например, ну, я не думаю, что кто-то, кто-то вас сможет переубедить не поступать. Так, как вы решили, например. Если вариантов нет, если вы не знаете, что делать, то, ну, психотерапевты, психологи не знают, что делать. Это подобно. Мы не говорим, что делать нашим клиентам. Мы учим людей разбираться в себе. Мы не учим людей о зависимости. Вот. То, что говорите вы, к сожалению, больше смахивает именно на это, на зависимость. То есть, ну, чтобы заменить одну зависимость, а другой зависимость. Мне кажется, мне кажется, это сколько-нибудь хорошей идеей. Потому что, на мой взгляд, ну, стремится быть свободным. Вот. Это то, что хочет каждый из нас. И желание это вполне естественно. Вот. Такой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезным. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы для себя какую-то пользу, да, что-то интересное, новое увеличите из того, что я сказал. Если что-то вам показалось не про вас, то что-то показалось вам неверным, что-то показалось вам неправильным, то не торопитесь. Не торопитесь. Пожалуйста, это отрицать. Вот. Вы всегда успеете это сделать, на мой взгляд. Вот. Гораздо лучше, если вы постараетесь это интегрировать как-то вот, ну, в свою систему, свою систему ценностей, свою парадигму реальности, скажем так. Вот. Это, собственно, может стать таким зарядом для ваших изменений. Если вы хотите, конечно, реально меняться, если вы обращаетесь к нам именно за тем, чтобы меняться, а не за чем-то другим. Вот. Вот так. Я желаю вам всего доброго. Я желаю вам не тянуть с психотерапией. Вот. Потому что... Ситуация просто может ухудшаться, усугубляться. Вот. Я желаю вам найти возможность, я желаю вам найти ресурсы для того, чтобы заняться собой. Вот. Заняться психотерапией. Вот. Заняться работой над собой. Заняться ростом своим собственным личностным ростом. Вот. И я думаю, что тогда у вас все будет хорошо. Я думаю, что тогда у вас все начнет меняться. Вот. Вот. Я с вами на этом прощаюсь. Вот. Обращайтесь к любому из специалистов, которых вы видите в списке. Вот. Всего вам самого доброго. И удачи. Спасибо.